Надежда Теффи. Кокаин. Прочитано специально для Пафин Кафе при поддержке слушателей на Патреоне. Шелков и сердился, и смеялся, и убеждал, ничто не помогало. Актриса Моретти, поддерживаемая своей подругой Сонечкой, упорно долбила одно и то же. — Никогда не поверим, — пищала Сонечка, — чтобы вы, такой испорченный человек, да вдруг не пробовали кокаину? — Да честное же слово, клянусь вам, никогда. Сам клянется, а у самого глаза смеются. — Слушайте, Шелков, — решительно запищала Сонечка и даже взяла Шелкова за рукав. — Слушайте, мы все равно отсюда не уйдем, пока вы не дадите нам понюхать кокаину. — Не уйдете? — не на шутку испугался Шелков. — Ну это, знаете ли, действительно жестоко с вашей стороны. Да с чего вы взяли, что у меня эта мерзость есть? — Сам говорит мерзость, а сам улыбается. Нечего, нечего. — Да кто же вам сказал? — Да мне вот Сонечка сказала, — честно ответила актриса. — Вы? — выпучил на Сонечку глаза Шелков. — Ну да я. Что же тут особенного, раз я вполне уверена, что у вас кокаин есть. Мы решили прямо пойти к вам. — Да-да, она хотела сначала по телефону справиться, да я решила, что лучше прямо прийти и потребовать. Да и все тут. По телефону бы вы наверняка как-нибудь отвертелись, а теперь уж мы вас не выпустим. Шелков развел руками, встал, походил по комнате. — А знаете, что я придумал? Я непременно раздобуду для вас кокаина и сейчас же сообщу вам об этом по телефону. Или еще лучше прямо пошлю вам. — Не пойдет, не пойдет, — завизжали обе подруги. — Скажите, какой ловкий. Это что, подделаться от нас? — Да ни за что, ни за что мы не уйдем. Уж раз мы решили сегодня попробовать, мы своего добьемся. Шелков задумался и вдруг улыбнулся, точно сообразил что-то. Потом подошел к Моретти, взял ее за руки и сказал искренне и нежно. — Дорогая моя, раз вы этого требуете, хорошо. Я дам вам попробовать кокаину, но пока не поздно, одумайтесь. — Ни за что. — Ни за что. Мы не маленькие, нечего за нас бояться. Во-первых, это разрушает организм. Во-вторых, вызывает ужасные галлюцинации, кошмары, ужасы, о которых потом страшно будет вспомнить. — Ну вот еще пустяки, ничего мы не боимся. — Ну, дорогие мои, — вздохнул Шелков, — я сделал все, что от меня зависело, чтобы отговорить вас. Теперь я умываю руки и слагаю себе всякую ответственность. Он решительными шагами пошел к себе в спальню, долго рылся в туалетном столе. — Господи, вот не везет, да хоть бы мелу кусочек, что ли, найти. Прошел в ванну, там на полочке увидел две коробки. В одной оказался зубной порошок, в другой — борная. — Призадумался. — Так, попробуем сначала порошок. Всыпал щепотку в бумажку. — Он дивный человек, благородный и великодушный. Обрати внимание на его ресницы и на зубы, — шептала в это время актриса Моретти своей подруге Сонечке. — Ах, я уже давно на все это обратила внимание. Шелков вернулся мрачный и решительный. Молча посмотрел на подруг, и ему вдруг жалко стало хорошенького носика Моретти. — Мы начнем с Сонечки, — решил он. — Кокаин у меня старый, может быть, уже выдохся. Пусть сначала одна из вас попробует, как он действует. — Пожалуйста, Сонечка. Вот, прилягте в это кресло, так. Теперь возьмите эту щепотку зубного, то есть кокаину. Его так называют — зубной кокаин, потому что он очень сильный. — Так, ну-с, спокойно втягивайте в себя. — Глубже, глубже. Сонечка втянула, ахнула, чихнула и вскочила на ноги. — Ай, отчего так холодно в носу? Точно мята! Шелков покачал головой сочувственно и печально. — Да, у многих начинается именно с этого ощущения. Сидите спокойно. — Не могу, прямо нос пухнет! — Ну вот, я так и знал. Это начались галлюцинации. — Сидите тихо. Ради бога, сидите тихо. Закройте глаза и постарайтесь забыться, или я ни за что не ручаюсь. Сонечка села, закрыла глаза и открыла рот. Лицо у нее было сосредоточенное и испуганное. — Давайте же и мне скорее! — засуетилась актриса Моретти. — Дорогая моя, одумайтесь, пока не поздно. Посмотрите, что делается с Сонечкиным носом. Все равно. Я иду на все, раз я для этого пришла, уж я не отступлюсь. Шелков вздохнул и пошел снова в ванну. Дам ей борность, и дезинфекции нос не вздуется. — Дорогая моя, — сказал он, передавая актрисе порошок, — помните, что я отговаривал вас. Моретти втянула порошок, томно улыбнулась и закрыла глаза. — О, какое блаженство! — блаженство, — удивился Шелков. — Кто бы подумал, впрочем, это всегда бывает у очень нервных людей. Не волнуйтесь, это скоро пройдет. — О, какое блаженство! — стонала Моретти. — Дорогой мой, выведите меня в другую комнату. Я не могу видеть, как Сонечка разинула рот. Это мне мешает забыться. Шелков помог актрисе встать. Она еле держалась на ногах, и если не упала, то только потому, что вовремя догадалась обвить шею Шелкова обеими руками. Он опустил ее на маленький диванчик. — О, дорогой мой, мне душно. Расстегните мне воротник. Ах, я ведь почти ничего не сознаю из того, что я говорю. Ах, я ведь в обмороке. Нет, нет, обнимите меня покрепче. Мне чудится, будто мимо нас порхают какие-то птички, и будто мимо нас цветут какие-то васильки. Здесь пуговки, а не кнопки. Они совсем просто расстегиваются. Ах, я ведь совсем ничего не сознаю. Сонечка ушла домой, не дождавшись подруги, и оставила на столе записку. Спешу промыть нос. Нахожу, что нюхать кокаин занятие действительно безнравственное. Соня. На другое утро актриса Моретти пришла к Шелкову решительная и официальная. Шелков встретил ее светски вежливо и любезно. — Очень рад, милый друг. Какими судьбами? — Милостивый государь, — строго прервала его актриса. — Я пришла к вам сказать, что вы поступили непорядочно. — Что с вами, дорогой друг? — наивно поднял брови Шелков. — Я вас не понимаю. — Не понимаете? — фыркнула Моретти. — Так я вам сейчас объясню. Вы поступили низко. Вы знали, какое действие производит кокаин на нервных женщин, и все-таки решились дать мне. — Ах, милый друг, ведь я же вас предупреждал, что это пренеприятная штука. Вы же сами требовали. — Да, но вы-то должны были вести себя иначе. Воспользоваться беспомощностью одурманенной женщины так порядочные люди не поступают. — Позвольте, что вы говорите? — снова удивился Шелков. — Я ровно ничего не понимаю. Что я сделал? В чем вы упрекаете меня? Моретти покраснела, замялась и продолжала уже другим тоном. — Вы целовали меня и обнимали. Вы не имели на это никакого права, зная, что я в бессознательном состоянии. Так обращаться с порядочной женщиной без намерения на ней жениться — это подло, да? Шелков оторопел, посмотрел ей прямо в глаза и вдруг весь затрясся от смеха. — Почему вы смеетесь? Краснее, чуть не плача лепетала Моретти. — Ах, дорогая моя, уморили вы меня. Но можно ли так пугать? Все ужасы, о которых вы сейчас рассказываете, не что иное, как галлюцинация. Самая обычная галлюцинация, вызванная кокаином. Моретти притихла и испуганно смотрела на Шелкова. — Вы думаете? — Ну, конечно, и чудачка же вы. Вы тут тихонечко сидели на диванчике и бредили о каких-то поцелуях, не то пуговицах. Я толком и не разобрал, да, признаюсь, даже не считал порядочным слушаться. Мало ли что можно сказать в бреду. — Посторонние не должны этого знать. Моретти слушала с открытым ртом и, только уходя, приостановилась в дверях и смущенно спросила. — А скажите, бывают от кокаина такие галлюцинации, когда человеку кажется, что он притворяется, что у него галлюцинация? Шелков дружески хлопнул ее по плечу и сказал весело. — Ну, конечно, сплошь и рядом. Это самый распространенный вид. Даже в науке известно. Можете справиться у любого профессора. Моретти вздохнула, посмотрела внимательно в честное открытое лицо Шелкова, закрыла рот и вышла задумчивая, но спокойная. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok